Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы до сих пор не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на канале. Вы найдете большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры, причем в различных форматах. Ну а если вас интересуют наши автомобили либо вакансии, всю эту информацию получите по ссылочкам, которые будут на экране. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И сегодня бампер к бамперу встретятся два поколения сверхпопулярного на российской вторичке корейского кроссовера. Посмотрим на плюсы, минусы и эволюционные изменения между этими двумя генерациями. Встречайте, Sportage 3 и 4. Третье поколение Kia Sportage в кузове SL дебютировало в 2010 году. Машина выпускалась 6 лет. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2016. В 2014 году автомобиль изрядно обновили с точки зрения агрегатов, но при этом лишь косметически поправили внешность и интерьер. На российском рынке самыми распространенными агрегатами под капотом этого поколения являются двухлитровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил и два дизеля. Тоже 2 литра, мощностью 136 и 184 лошади в зависимости от прошивки и турбонагнетателя. Коробки передач механические либо классические автоматы, а привод передний либо полный. Четвертое поколение Kia Sportage с кузовом QL встало на конвейер в 2016 году, а выпускалось по 22. При этом рестайлинг провели в 2019 году. Выбор агрегатов здесь был пошире, хотя один из моторов у нас все же официально не продавался. Под капотом этого поколения стоял двухлитровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил, 1.6 с турбонадулом на 177 лошадей, который правда сочетался с роботизированной коробкой, 2-литровый дизель на 185 лошадиных сил и после рестайлинга добавили еще один двигатель. 2.4 литра бензин на 184 лошади, привод также передний либо полный, коробка, автомат либо механика. Ну и робот с младшим мотором. Разбираться с преимуществами и недостатками каждого из поколений будем на примере этих двух автомобилей. Здесь у нас 2012 год, двухлитровый бензиновый на 150 лошадей с автоматом и полным приводом. А новое поколение представляет автомобиль 2017 года выпуска, также двухлитровый бензиновый двигатель на 150 лошадей, автоматы 4WD. Более возрастной Sportage третьего поколения в плане габаритных размеров представляет собой следующее. Длина автомобиля 4 метра 40 сантиметров, ширина 1 метр 85, высота 1 метр 63 сантиметра. Колесная база этого кроссовера 2 метра 64 сантиметра. А максимально разрешенная масса может в зависимости от комплектации составлять 1980 либо 2140 килограмм. Габаритные размеры следующего четвертого поколения в плане ширины и высоты не изменились, те же метр 85 и метр 63. А вот в длине автомобиль прибавил длина кузова Sportage QL 4 метра 48 сантиметров. Увеличилась и колесная база, теперь она составляет 2,67, что на 3 сантиметра больше, чем у предыдущей модели. Прибавив габаритных размерах, автомобиль слегка похудел в плане веса. Снаряженная масса в зависимости от комплектации теперь лежит в диапазоне от 1400 до 1780 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то у третьего Sportage разброс показаний толщиномера для родной краски лежит в диапазоне от 100 до 130-140 микрон. А в плане стойкости к коррозии за прошедшие годы эти автомобили зарекомендовали себя крайне неплохо. Ржавеют эти Sportage довольно неохотно. За исключением, конечно, восстановленных после серьезных ДТП экземпляров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у более современного Sportage 4-й генерации, то нижняя граница на самом деле похожа в районе 89-90 микрон. Но вот верхняя граница гораздо ниже и максимальный параметр для родного окраса порядка 120-125 для данного конкретного экземпляра. Ну а в плане стойкости к коррозии Sportage QL еще банально слишком свежий, чтобы что-то на них проявлялось серьезным образом. Плюс сказывается хорошая обработка металла. Сравнение автомобилей внутри по традиции начнем со сравнения багажников. Тем более, что для семейного кроссовера объем багажного отделения далеко не последний по значимости параметр. Каталожный объем багажника у третьего Sportage 564 литра при поднятых спинках заднего сидения и 1355 при сложенных. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема багажника по его средней части у третьего Sportage 108 сантиметров. Ширина по полу в самом узком месте 102. Расстояние от крышки багажника до спинки сидения ровно 90 сантиметров, а высота от фальшпола до крыши 70. Если вам надо увести габаритный груз, складывайте спинку заднего сидения. Сделать это можно прямо из багажника. В таком случае полезная длина по багажнику у вас увеличивается где-то до 155 сантиметров. А если груз будет узкий, но при этом длинный, вы протолкнете его до самой передней панели так, чтобы он не мешал работе селектора коробки передач, вы можете увести здесь что-то длиной до 2 метров 52 сантиметров. Правда, в ровный пол сидения не складываются, минимальный наклон спинки все равно остается. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике третьего Sportage, здесь на самом деле говорить особо не о чем. Есть плафон освещения, причем с принудительным включением 12-ти вольтовая розетка на боковой панели слева. Справа у нас располагается сабвуфер и под фальшполом довольно глубокая ниша, которая, скорее всего, была учтена при указании в каталоге объема багажного отделения. Здесь у нас полноразмерное запасное колесо и штатный инструмент. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у четвертого Sportage, каталожный объем багажника которого 503 литра, что меньше, чем у предшественника. Но это при поднятых спинках сидений, а вот при сложенных 1480 литров. Давайте посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами здесь. Проем багажника здесь стал шире 110 сантиметров плюс 2 сантиметра. Высота от фальшпола до крыши также увеличилась на те же 2 сантиметра, 72. А вот ширина багажного отделения по полу в самом узком месте осталась на тех же значениях 102 сантиметра. Замер полезной длины при поднятых спинках задних сидений дает понимание того, почему литраж багажника на более свежем Sportage меньше. Расстояние от спинки сидения до заднего борта здесь всего 84 сантиметра. Почти на 5 сантиметров меньше, чем у предшественника. Складывать спинки сидений у четвертой генерации в данной комплектации вам придется уже через задние двери. Что не столь удобно, как на предшественнике. Здесь спинки сидения образуют ровный пол. И расстояние от крышки багажника до сидения переднего будет порядка 168 сантиметров. Что значительно больше, чем на Sportage 3-й генерации. А максимально длинный груз, который вы можете увезти в этом автомобиле, 2 метра 50 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику Sportage 4, то здесь, по крайней мере в нашей комплектации, практически ничего нет. Есть плафон освещения по левой стороне, справа может быть сабвуфер и крючки для крепления груза. В данном случае здесь нет даже 12-ти вольтовой розетки. Под фальшполом в данном случае у нас также полноразмерное запасное колесо, набор штатного инструмента и достаточно большое количество свободного пространства вокруг запаски. Что касается двигателей в подкапотном пространстве одного и второго автомобиля, более детальная информация будет в отдельном обзоре. Он есть и на третье, и на четвертое поколение. Скажем, в общих чертах, дизельный двигатель D4HA обнаруживается под капотом и одного и второго поколения Sportage. Разница в том, что на более современном Sportage больше нет версии на 136 лошадиных сил. Остался только мощный турбодизель. Двигатель ресурсный, хороший, но слабое место это пьезофорсунки в системе впрыска Bosch Common Rail. Качество дистоплива для этих моторов будет критично. Что касается бензиновых моторов, то с точки зрения надежности предпочтительней, конечно, выглядит более современный агрегат G4NA под капотом поколения четвертого. Ввиду того, что с 2017 года компания в попытках победить проблему с задирами все-таки стала ставить в двигатели маслофорсунки для охлаждения днища поршня, которые попадают в G4KD под капотом Sportage 3 только в ходе капитального ремонта. В плане своих параметров оба мотора очень похожи, как в плане экономичности, так и по динамике. И там, и там 150 лошадиных сил. Но при покупке Sportage 3-й генерации все-таки стоит быть более внимательным. И среди всех вариантов лучше предпочесть тот, где уже проделана работа по гильзовке мотора. И имеются соответствующие подтверждающие документы. Ну и еще одним плюсом в копилочку преимуществ более современного автомобиля будет наличие здесь двигателя объемом 2,4 литра, причем работающим на бензине. Это G4KJ, более современный агрегат, который, правда, появился только вместе с рестайлингом 2019 года. Что касается коробок передач, здесь революционных изменений не было. Шестиступенчатый автомат с третьего поколения перекочевал и на более свежую модель. И это хорошо, поскольку данная трансмиссия зарекомендовала себя очень даже положительно. Единственная проблема, которую унаследовал четвертый Sportage от предшественника, проблема со шлицами дифференциала. Так что исправность полного привода, если машина изначально 4WD, лучше проверять при покупке. Ну а теперь про салон и начнем с третьего поколения. Попав сюда, у вас не сложится впечатление нахождения в кроссовере. Скорее, это больше похоже на легковую спортивную машину. На это работает и сама архитектура салона, включая приборную панель и узкая линия бокового остекления. При этом запас пространства здесь на самом деле есть. Это касается и места над головой, и пространства для плеч в ширину, и, собственно говоря, удаленного от вас максимально далеко лобового стекла. Что касается удобства посадки. Передние сидения у третьего Sportage имеют ярко выраженный профиль. Это не спортивные ковши, но боковая поддержка здесь присутствует. Особенно это касается спинки сидения. Рулевое колесо имеет механическую регулировку, причем как по наклону, так и по вылету. Диапазон этой регулировки здесь большой, регулировка по высоте подпружинена, что удобно. При росте 1,86 м мне удалось быстро подобрать здесь удобную посадку. Кстати, диапазон продольной регулировки сидения здесь просто огромный. Если я отодвигаюсь до упора назад, то своей левой ногой я уже не могу дотянуться до пола салона, хотя полностью выпрямляю ее в колени и натягиваю носок. Так что с посадкой в Sportage не будет проблем даже у рослых водителей. Единственный очевидный промах конструкторов в данном случае – это то, как здесь реализована регулировка наклона спинки. Поворотная рукоятка, мягко говоря, неудобна. Остается надеяться, что проектировали корейцы это по остаточному принципу. Зато профиль рулевого колеса здесь очень удобный. Сам руль, кстати, небольшого диаметра, и это еще одна отсылка к спорту. Опора под локти. Здесь присутствует. Это касается и правой, и левой руки. Подлокотник на дверной карте отделан кожей. И то же самое можно сказать про крышку центрального бокса. В плане клавиш панель не перегружена. Все скомпоновано логично и удобно. На левой дверной карте стандартный блок управления стеклоподъемниками, центральный замок, блокировка стекол, а также пульт управления боковыми зеркалами. Регулировка плюс складывание. Слева от руля внизу блок вспомогательных клавиш, регулировка подсветки приборов, блокировка муфты полного привода, клавиша активации системы помощи при спуске с горы и система стабилизации. На самом рулевом колесе два больших блока клавиш. С левой стороны управления мультимедиа, справа все, что относится к круиз-контролю. Здесь же на руле на нижних спицах клавиша включение-выключение громкой связи. На нижних спицах рулевого колеса управление подключенным по Bluetooth телефоном. Под рулевые переключатели удобные, находятся они на адекватном расстоянии от руля и не вызывают затруднений в использовании. В нашей комплектации машина заводится при помощи кнопки. Соответственно, автомобиль оборудован бесключевым доступом. Центральную часть приборной панели занимает магнитола с большим дисплеем. Здесь система навигации и камера заднего вида. Климат-контроль в данном случае автоматический и двузонный левая-правая сторона может регулироваться отдельно. Регулировка температуры осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток, а клавиши управления режимами обдува и скоростью вентилятора все тактильно различимы. Внизу панели клавиши включения-выключения парктроников, AUX, USB-разъем и 12-вольтовая розетка. Кнопки подогрева сидений органично вписаны рядом с селектором коробки передач. Сам селектор классический, с прямой прорезью и с кнопкой блокировки. Пользоваться им удобно. Ну а стояночный тормоз в данном случае самый обычный механический. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, под крышкой центрального бокса у нас довольно много места. И здесь же располагается гнездо, куда вставляется штатный ключ. В случае, если села батарейка и вы не можете завести автомобиль. Справа от рычага стояночного тормоза у нас два подстаканника. Один побольше, один поменьше. И небольшая полочка перед селектором коробки передач. На потолке присутствует футляр для очков. Штатный бардачок у Sportage довольно-таки компактный. Но документы формата А4 сюда поместятся. Плюс здесь есть заслонка, перекрывающая доступ холодного или горячего воздуха. В зависимости от выбранного режима работы отопителя. Так что здесь вы можете либо оттаять, либо наоборот охладить, например, бутылку с напитком. Внизу дверных карт присутствуют кармашки, передняя часть которых отформована под бутылочку. Объемом 0,5 литра. Что касается обзорности. Небольшая площадь бокового остекления. Его высокая линия здесь накладывает свой отпечаток. Причем в негативном ключе. Зато создается ощущение некой защищенности бункерного типа. Боковые зеркала, несмотря на интересную форму, в данном случае довольно информативные и большие по площади. А капот практически при любом положении сидения невидимка. Что характерно для большинства современных автомобилей. С обзорностью назад здесь очень выручает камера заднего вида. Но если ее нет, ее лучше добавить, поскольку парковаться на таком автомобиле задним ходом без дополнительной помощи будет затруднительно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на заднем ряду Sportage 3-го поколения. Мой рост 1,86 м, и когда я сажусь сам за собой, я касаюсь коленями спинки переднего сидения. Кстати, она здесь пластмассовая и жесткая с тыльной стороны. Так что упираться в нее ногами не слишком комфортно. Заднее сидение также имеет довольно выраженный профиль. Особенно это касается спинки. Но места над головой здесь в целом достаточно. Что касается упора под локти, к услугам задних пассажиров отдельный подлокотник. По центру где также есть два подстаканника. Плюс подлокотник на дверной карте, задняя часть которого отделана кожей, так же как и спереди. К услугам задних пассажиров здесь нет никаких дополнительных дефлекторов вентиляции. Зато есть подогрев заднего дивана. Что сильно облегчает жизнь в холодном климате. У третьего Sportage, кстати, наклон спинки вы не отрегулируете сидение. Имеет лишь одно единственное фиксированное положение. Но в целом отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении этого кроссовера можно. Что касается салона четвертого Sportage. По сравнению с предыдущим поколением сидения здесь как будто имеют менее выраженный профиль в плане боковой поддержки. Но тем не менее она присутствует. В целом ощущения от автомобиля очень похожи. Но здесь почему-то чисто субъективно чуть больше места. И чуть лучше обзорность. Рулевое колесо сохранило регулировки как по наклону, так и по вылету. Единственное, теперь оно не подпружинено. Но диапазон этих регулировок поистине огромный. При росте 1,86 м мне удалось быстро подобрать здесь удобную посадку. Диапазон регулировки водительского кресла у четвертого Sportage также достаточно большой. И в максимально отодвинутом назад положении я спокойно вытягиваю левую ногу в колени. И при этом также не дотягиваюсь до пола салона. Плюс сидение можно изрядно опустить вниз. Тем самым увеличив пространство для ног. Так что с посадкой за рулем у рослых людей здесь также не будет вопросов. А вот к чему вопросы по-прежнему есть, так это к такой же регулировке наклона спинки при помощи поворотной рукоятки, как и на предшественнике. Все же удобнее было бы сделать классическую схему. Потянул рычажок, наклонил спинку на нужный угол. Что касается самой архитектуры приборной панели, конечно, выглядит она здесь современнее. Но той нотки Sport, которая была у предыдущего Sportage, здесь уже нет. Хотя на вид все выглядит гораздо дороже. Плюс сама передняя панель выполнена из мягкого пластика. Комбинация приборов здесь такая же читаемая, как и на предыдущем кузове. Но если на том Sportage центральную роль в комбинации приборов играл спидометр, то здесь спидометр и тахометр равноправны. А центральную часть приборной панели занимает дисплей бортового компьютера. Вопросов по выбору цветовой палитры, шрифтам и читаемости здесь нет. Что касается клавиш, в этом автомобиле чисто субъективно кнопок побольше, чем в предыдущем. Но сугубо за счет вынесенных отдельно на панель клавиш управления магнитовой. В остальном, в целом, все осталось как было. Все тот же блок стеклоподъемников на двери. Правда, теперь передние стекла имеют авторежим. Здесь же центральный замок, блокировка стекол и складывание боковых зеркал. Слева от руля все так же располагается блок вспомогательных клавиш. Здесь осталась регулировка корректора фара, яркость подсветки приборов и система стабилизации. Клавиша включения системы помощи на спуске и блокировке муфты переехала на центральный туннель за селектор коробки передач. Здесь же располагается кнопка включения и выключения парктроников и режимы работы трансмиссии автомобиля. Рулевое колесо по-прежнему небольшого диаметра, хваткая и удобная под рулевые переключатели. Ну а на самом руле осталось всего два блока клавиш. Левая сторона это мультимедиа плюс телефон. Правое все, что имеет отношение к круиз-контролю и бортовому компьютеру. По центру здесь все так же дисплей мультимедийной системы. Под клавишей аварийки отдельный блок управления мультимедиа. Громкость и настройка каналов осуществляются удобными поворотными рукоятками. Ну а внизу блок управления климатом. Климат все так же автоматический, все так же двузонный и по-прежнему удобный в использовании. Поворотные рукоятки регулируют температуру, а клавиши здесь стали крупнее и по-прежнему тактильно различимы. Так что управлять климатикой можно не отвлекаясь от вождения. Ну а внизу располагаются клавиши управления подогревами передних сидений и рулевого колеса. Перед селектором приборной панели есть неглубокая полочка, 12-вольтовые розетки в количестве двух штук, USB-разъем и AUX. Все очень похоже на то, как это было реализовано в предыдущем кузове. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, подлокотник в центральном боксе стал больше за счет отсутствия ступеньки, куда на предыдущем кузове вставлялся ключ для аварийного запуска двигателя. Подстаканники справа от селектора коробки передач в центральном тоннеле теперь стали одинаковыми по размеру. Есть два маленьких кармашка, небольшая полочка. Центральный бардачок не прибавил в размерах, если не сказать, что стал меньше. И теперь здесь больше нет дефлектора системы кондиционирования, то бишь он более не охлаждается. Футляр для очков остался на прежнем месте. Ну а что касается ниже боковых дверях, они практически не изменились в размерах. Плюс передняя часть все также отформована под 0,5 бутылочку. В плане обзорности из положительных изменений можно отметить чуть более низкую линию остекления и более удобной формы боковые зеркала. Стало крупнее правое зеркало, плюс на самом зеркальном полотне есть зона с преломлением, которая исключает слепые зоны при маневрировании. Давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Место сзади в четвертом Sportage ощутимо больше, чем это было в предыдущем поколении. Само сидение здесь как будто удобнее, оно более мягкое и имеет не столь выраженный профиль. Так что трем пассажирам здесь будет вполне комфортно. И в отличие от предыдущего кузова, здесь угол наклона спинки вы можете менять от такого полулежачего до практически обратного наклона. Правда представить, что кто-то будет ездить в таком положении достаточно сложно. Но даже если выбрать вертикальную посадку, головой до потолка я по-прежнему не достаю. Из дополнительных удобств для задних пассажиров ровно такой же подлокотник с двумя подформованными подстаканниками. Но у них появились собственные дефлекторы вентиляции на центральном тоннеле и 12-вольтовая плюс USB-розетка для зарядки мобильных устройств. Полезная функция. Подлокотники на дверной карте чуть поменяли форму, но остались такими же наполовину отделанными кожзаменителем. А рядом с маленькой клавишей управления стеклоподъемником по-прежнему располагается кнопка включения подогрева заднего сидения. Еще одним немаловажным отличием в сторону комфорта становится то, что спинка сидения здесь отделана тканью, а не пластиком. И даже если более ростый пассажир будет упираться коленями в сидения, это не доставит ему дискомфорта. В целом, пассажирам на заднем ряду четвертого Sportage все же будет гораздо удобнее. Ну а перед тем, как посмотреть на третий Sportage снизу на подъемнике, давайте пробежимся по показателям дорожного просвета. Каталожный клиренс у этой модели, 172 мм вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли этот показатель действительности. Низшая точка этого автомобиля находится под пластиковой защитой моторного отсека. До нее от асфальта порядка 164 мм. Задний край бампера при этом находится выше порядка 26 см. Так что в целом, подъезжать к поребрику вы можете. Расстояние от асфальта до порога за передним колесом 25 см. Задняя часть повыше порядка 28 см. Ну а до задних брызговиков от земли 32 см. Чуть ниже этой отметки висит банка глушителя, подвешенная поперек. Но в целом, геометрическая проходимость у этого кроссовера вполне достаточная. Что касается ходовой части Sportage 3, то в данном случае у нас схема классическая для автомобилей данного класса. Передняя подвеска построена по схеме Макферсон. Нижние шаровые опоры крепятся болтовым соединением и поменять их вы можете отдельно от рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости спереди располагается на подрамнике перед рулевой рейкой. Но с некоторыми оговорками доступ к его креплениям для замены втулок здесь все же более или менее неплох. Сама рейка, кстати говоря, здесь электрическая. Огромный плюс в том, что здесь не будет проблем с протечками рабочей жидкости в связи с отсутствием таковой. Но вот проверить рейку на отсутствие стуков на автомобиле с большим пробегом все же настоятельно рекомендуется. Ну а самый ключевой момент, который нужно обязательно не забыть сделать, находясь под третьим спортажом на подъемнике, это проверить наличие на нем полного привода. Хотя бы просто попробовать покрутить кардан на месте. В случае, если шлицы внутри дифференциала уже срезаны, кардан будет свободно вращаться на стоящем автомобиле. В плане антикоррозийной обработки у этих машин, которые, кстати говоря, собирались в Калининграде, все в порядке. Они обработаны снизу гораздо плотнее, чем это можно наблюдать, например, на автомобилях для внутреннего японского рынка. На передних лонжеронах заметен только шовный герметик, но вот пороги и центральная часть днища автомобиля обработаны уже гораздо более плотно. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, объем которого 58 литров. Бак, кстати говоря, металлический. Так что при осмотре очень возрастных автомобилей, все же будет не лишним посмотреть его на предмет отсутствия повреждений и коррозии. А вот заливная горловина в данном случае уже пластиковая. Задняя подвеска третьего Sportage это многорычажка по три поперечных рычага и по одному продольному на каждую сторону. Сайлин-блоков много и лучше посмотреть их на исправность перед тем, как решаться на покупку, дабы сразу не загонять новый автомобиль на ревизию ходовой. Задняя часть автомобиля столь же плотно обработана антикоррозийкой, как и днище по центру. Перед тем, как посмотреть на четвертый Sportage снизу на подъемнике, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом, каталожное значение которого для этой машины 182 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. По сути дела, низшая точка кузова здесь это защита моторного отсека, до которой от асфальта те самые 182 мм. До защиты под передним бампером 23 мм. Ниже этой отметки свисает разве что резиновый брызговичок, до которого от асфальта всего 17 см. Расстояние до порога в передней части 25,5 мм. А до заднего брызговика от земли 27 мм. Примерно на этом же уровне находится и банка глушителя подвешенная, все так же поперек кузова. Что касается ходовой части Sportage G4, то подвеска здесь стала чуть комфортнее, чем то было на предыдущем поколении. Но это субъективно. А вот в плане конструкции передняя подвеска осталась принципиально той же схемы. Это Макферсон. Нижние шаровые опоры передних рычагов по-прежнему на болтах и меняются отдельно от них. Даже размещение переднего стабилизатора здесь не изменилось. По-прежнему на подрамнике перед рулевой рейкой, которая все так же электрическая. Ввиду преемственности в плане коробок передач от предыдущей генерации, на четвертом поколении также крайне рекомендуется проверить наличие связи между передним редуктором и карданом. В плане антикоррозийной обработки, снизу картина по этому автомобилю практически идентична тому, что мы наблюдали на предыдущем кузове. Шовный герметик на лонжеронах и неплохо обработанные пороги, а также центральная часть днища кузова. На четвертом поколении был увеличен размер топливного бака. Теперь его емкость 62 литра. Бак по-прежнему стальной и размещается в том же месте. Горловина по-прежнему резиновая. Концепция задней подвески изменений не претерпела. Это все те же три поперечных и один продольный рычаг с большим количеством сайлинг-блоков. Пружина и задний амортизатор разнесены отдельно. Ну а в плане антикоррозийной обработки по днищу картина та же. Обработано все достаточно плотно. Исключение сам усилитель бампера. Таким мы увидели сегодня в сравнении Kia Sportage третьего и четвертого поколения. Общий вывод следующий. Четвертый Sportage действительно по многим параметрам превосходит своего предшественника. Своеобразная работа над ошибками концерну Kia Hyundai удалась сполна. У новой машины больше места в салоне как для пассажиров, особенно это касается пассажиров заднего ряда, так и в багажнике. Также были устранены многие слабые места по агрегатам. В частности это касается двухлитровых бензиновых моторов. Если у вас был или есть Sportage третьего либо четвертого поколения, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Люди, которые ищут себе один или второй автомобиль, могут сделать правильный выбор, основываясь на вашем опыте. Не забывайте также указывать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем, возможно даже в формате сравнения. На сегодня это все. Спасибо, что смотрите нас. Если обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!